Всем доброго дня! С вами смотрищик Лёха. Сегодня детально расскажу и покажу как я сделал электрику в своей мастерской. Ранее еще при заливке самого фундамента я спланировал примерное расположение будущих розеток в будущей постройке и сделал закладные из того, что было, то есть из ПНД 25 диаметра. Фундамент застыл, стены выросли, можно делать разводку. В своем самом непопулярном углу будущей мастерской размещаю электрощит. На первый взгляд может показаться, что этот щит был взят в ближайшем подъезде ближайшей мегаэтажки, но не переживайте, он там просто не подходил по дизайну. Щит немного углубляю стенку путем врезания кошка в шифере. Субтитры сделал DimaTorzok Далее устанавливаем розетки. Все розетки устанавливаем на одном уровне, кроме тех, что ворот. Розетки взял не обычные накладные беленькие, а специальные каучуковые для переносок. Почему такие? Во-первых, они считаются сами ударостойкими. Для мастерской это важно. Там поставлено что-то падает, что-то летает. В общем, это лишним не будет. Ну и во-вторых, в отличие от беленьких розеток, каучуковые не боятся морозов. Обычные в сильный мороз превращаются в хрусталь. А так в мастерской не будет отопления. Это тоже для меня очень важно. Розетки закрепляю не в пустоту, а прикручиваю к кусочкам влагостойкой фанеры, которую заранее выпилил. Розетки закрепляю не в пустоту, а в переносе освещение. Теперь прокладываем наш кабель от щита до самих розеток. Для этого буду использовать кабель от бренда Cabex Group. Компания Cabex уже более 25 лет на рынке является не только лидером производства кабельной продукции, но и надежным посещиком качественного продукта. Поэтому я тоже не остался в стороне и приобрел хороший ГОСТовский кабель. Свой любимый BVG NG 3N2.5 LS. Круче этого кабеля может быть только FRLS. В чем отличие? LS у нас не горючий самозатухающий, а FRLS еще и бездымный. Так как стены у нас деревянные, то они довольно сильно будут подвержены температурным расширениям. Поэтому желательно использовать ГОФРУ. Но лучше, конечно же, металл в руках. Все-таки дерево. Субтитры сделал DimaTorzok По-хорошему распаячные коробки желательно размещать там, где в процессе эксплуатации вашего объекта у вас будет к ним доступ. Если вы самозостаточный и уверенный в себе человек, и точно знаете, что ваши скруки проработают до конца этого века, то берите пример с меня. Собираю все распайки и начальные концы завожу внутрь, а противоположные концы завожу в электрощит. Субтитры сделал DimaTorzok К сожалению, к этому времени на улице уже потемнело, поэтому перемещаемся в помещение и подключаемся к раннестольной розетке. В отличие от хорошего качественного кабеля, розетки хороши только смотрятся и приятны на ощупь. А вот внутри находятся клеммы, сделанные из непонятной, неизвестной субстанции. Розетки каучуковые не дешевые, на ощупь видно, что они прочные и хорошие, но внутри, к сожалению, старый добрый ширпотреб. В общем, при затягивании этих клемм у меня они рассыпались. Из 14 розеток 4 полностью рассыпались. Хотя в эти клеммы я загонял только одну жилу, а кое-где я хотел две, чтобы не делать распайочные коробки и сделать путем перемычки. Не получилось, клеммы рассыпались раньше. Ну вот, наступило утро, и мы возвращаемся к щитку. Нужно завести наши провода в щиток и посадить их на автоматы. Одеваем кабели в гофру, и их необходимо завести в щиток. Но так как там маленькое техническое отверстие, с помощью болгарки слегка его расширяем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы кабель не повредить, так как у нас щиток отверстие очень острое после резки металла, его необходимо чем-то обернуть. В моем случае это будет гофра. Также можно использовать какие-то резиновые шланги, либо металл рукав. И теперь в нормальное, безопасное техническое отверстие в щитке заводим кабель. И по желанию его нужно красиво уложить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Теперь перемещаемся к столу и собираем саму начинку нашего небольшого щитка. Немного покопавшись в хламе, находим более-менее полезную нам автоматику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закрепляю 3D на рейке, нулевую шину и шину заземления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так уж получилось, что 10 амперных автоматов у меня много, а вот 16 амперных, что же докупить? 16 ампер у нас на розетке, 10 ампер на свет. Если бы я покупал автоматы для освещения, я бы покупал именно 6 ампер, потому что 10 ампер для освещения довольно-таки многовато. Ну и, конечно же, всё это подключаем. Так, я фанат кабеля ВВГ и НГ, поэтому собираться у щиток я буду тоже им же. Свечение для этого выбрал 6 мм. 4 тоже подойдёт, но лучше больше, чем меньше. Я использовал то, что было под рукой. Чтобы не делать перемычки, на все нижние автоматы я устанавливаю трёхфазную планку. Она была мне тоже в этом плане. Всё, щиток собрали, теперь берём нашу панель и вставляем щит. Ну и, конечно же, её подключаем. Если будут комментарии, что это очень много, можно поставить три автомата. Ну, то есть, вот свет и розетка. Конечно, можно. Но это всё делается, во-первых, для удобства эксплуатации нашей мастерской, а во-вторых, для безопасности. Если вы сейчас видите кривое некрасивое подключение водного кабеля, знайте, это всё из той рубрики, когда говорят, «Зачем такие большие концы?» Это лишний перерасход кабеля. Можно просто кинуть всё по диагонали. Как видите, если бы я взял хотя бы на 10 сантиметров побольше, а их, к сожалению, и так не было, это силовой водной кабель, то было бы намного красивее. Ну, а запас меня приучили брать ещё с самбо колледжа. Он полезен, когда мы хотим увеличить размер щита, немножко подвинуть щит, либо добавить побольше автоматов. А провода не хватает, потому что мы всё сделали прямо впритык. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Розетки у нас есть, щит у нас собран, а света нет. Ну, со света у меня тут всё очень сложно. Со света у меня будет аж 4 группы. Куда тебе так много? Ну, первая группа – это улица. Там будут прожекторы, датчики. Вторая группа – это кладовая, там, где всё хранится. Третья группа – это декоративное освещение, то есть оно не важно, оно не светит, это чисто из души. Поэтому, если он замкнёт и отключится, для этого есть четвёртая группа – это самый главный, основной свет. Декоративная группа будет размещена на стене, поэтому также размещаю к розетке его на одном уровне, чтобы глазам было приятно. Чтобы не крепить светильники в пустоту, также напиливаю фанерку. Но в этот раз я ещё посажу всё это на пену, чтобы в случае замены фонаря, либо лампочек, у нас ничего не отвалилось, и фанерка ни по нему бежала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ну а теперь поднимаемся на чердак и прокидываем все провода, согласно чертежу, который у нас никогда не было. Кидаю кабель от щитка до распределительной коробки. Собираю сразу подключение от светильников до клавиши, спускаюсь вниз, завожу кабель на клавишу и сразу же подписываю или вешу бирку. И так повторяю три раза. Это поможет не запутаться в конце и при включении не возникнет лишних сюрпризов. Распределительные коробки использую обычные. Если кто хочет по нормам, что на чердаке нужно ставить, желательно металлические. И чтобы они были земляны. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До сих пор не изобрели. По опыту скажу, бывает такое, что через год нужно приехать к заказчику и добавить подключение. А там сделана пайка и кончики маленькие. Опа! И чё делать? Или бывало такое, что открываешь распаичную коробку, где-то в подвале на чердаке, где сыр и влажно, а там большущая такая клемма, вся полностью забитая проводами, и она вся окислилась. Если поменять, то проводов уже не хватит. Конечно, мой идеальный способ – это скрутка в медном концевике и опущенная в жидкую изоляцию. Это было у меня пару раз в техническом задании, когда я делал гараж у очень богатого заказчика в очень крутом месте. Но это немножко дорогой способ, потому что сама изоляция такая много дороже, чем изолента, либо какая-нибудь там термуха. В кладовой сразу устанавливаю светильники, так как тут не будет покраски и отделки. Подаю питание и вставляю лампы. Ну и подводим итоги проделанной работы. Продолжение следует... Так, ну в гардеробе уже свет есть. Вот такие классные младнявые светодиодные лампы. Все. Крутой выключатель. Перемещаемся в мастерскую. Чипоинг, ну в мастерской. Тут тоже полностью концы заведены, но здесь пока три лампочки или чай. Нормальные светильники, такие же, как у нас в гардеробе, будет чуть позже, после оформления потолка. Так, ну и перемещаемся к щиту. Щит у нас тоже полностью собран. Я уже подал питание. То есть у меня диф включен. Узо пока не подключены, потому что, как видите, компьютера здесь пока нет. По мере подключения автоматов на дверке я подписываю, что и где. Как узнать, работает ли диф? Ну, например, можно соединить землю с нулем. Так, давайте возьмем... Ну, вот это. Бам! Опа, сработало. Это что значит? Значит, диф работает. Все. Если бы я умер, значит, бы не сработал. И, конечно, порошковый огнетушитель. Ну, потому что щит будет включен, а водяным или пенным вы не потушите. Ну, вот, в принципе, и все. Субтитры сделал DimaTorzok